230 миллиардов рублей составят доходы Ростовской области на 2022 год. Об этом сегодня на первых публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2022 год и предстоящий трехлетний период сообщила замгубернатора министра финансов Донского региона Лилия Федотова. Она отметила, что почти 167 миллиардов рублей из этой суммы это собственные налоговые и неналоговые доходы. Напомню, что закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов был внесен губернатором Василием Голубевым в Заксобрание Ростовской области 26 октября. Мы сформировали бюджет на основе прогноза социально-экономического развития Ростовской области, послание президента Федеральному собранию, указов президента о достижении национальных целей развития, руководствуясь основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ростовской области, конечно же, поручениями губернатора Ростовской области и наказами избирателей нашим депутатам. В 2022 году средства будут направлены в разные сферы развития региона. Расходы на социальную политику составят 78 миллиардов рублей, образование – 53 миллиарда, здравоохранение – 22, а с учетом финансирования из фонда обязательного медстрахования – 81 миллиард рублей. Еще одна из главных особенностей бюджетного процесса в предстоящий трехлетний период – это обеспечение перехода от антикризисных мер к стабильному и поступательному развитию экономики, инвестиционной и предпринимательской активности, повышению доходов граждан. Более половины средств из областного бюджета – 127 миллиардов рублей – будет расходоваться в 2022 году на уровне 463 муниципальных образований. Предложенный ЗАГС Собранию Ростовской области проект областного бюджета создаст дополнительные условия для выполнения поставленных президентом России и губернатором Донского региона приоритетных задач. Ко второму чтению, параметры бюджета как по доходам, так и по расходам изменятся с учетом федеральных транспортов.